Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Современные проблемы диалектики». Ведет занятие доцент Протопопов Илья Алексеевич. Пожалуйста. Большое спасибо. Иван Алексеевич, это я извиняюсь. Очень рада снова присутствовать на подобном мероприятии. Тема моя обозначена. Хотел бы уточнить, что не просто современные направления диалектики слишком широко. Наверное, я бы не смог бы осветить все эти проблемы за 40 минут. Но я ограничусь рассмотрением гегельской диалектики. Прежде всего, в отечественной традиции марксизма, после Маркса и Энгельса. Обращаясь, прежде всего, к Ленину и к тому, как развивалась диалектика в советский период. При этом я хочу выделить некие основные линии этого развития и основные проблемы, которые действительно препятствовали соответствующему усвоению и реализации этого самого марксизмского проекта диалектики, которое внутренне было связано с Гегелем. Ну, хотелось бы начать с того, что, как известно, одним из главных источников марксизма выступает материалистически преобразованная гегельская диалектика с ее положением и противоречием, которое у самого Гегеля рассматривается как принцип возникновения и развития всего существующего. При этом в рамках марксистской традиции считалось, что диалектические законы у Гегеля развивались только идеалистически, поскольку они выводились из мышления, а не из рассмотрения реальной действительности, определяемой в виде природы и истории. Предпосылки такого истолкования гегельской диалектики мы находим, собственно, уже у Маркса, утверждавшего, что его собственный диалектический метод в своей основе отличается от гегельского и выступает его прямой противоположностью. Но, несмотря на это, Маркс считал, что мистификация, которая претерпела диалектика в руках Гегеля, не помешала ему дать всеобъемлющее и сознательное изображение ее всеобщих форм движения. Сущность этой противоположности, как считал Маркс, состояла в том, что у Гегеля диалектика относилась к процессу мышления, которая под видом именем идеи превращалась в самостоятельный субъект и основание действительности, тогда как у него, у самого Маркса, идеальная понималась как преобразованное проявление материальной действительности с ее диалектикой. Согласно тем характеристикам, которые давались гегельскому абсолютному идеализму, представителям марксистской традиции, ну, прежде всего, советского периода, идея, разум, возводится в нем в статус, обладающий высшим бытием субстанции, которая порождает весь остальной существующий мир. Как, например, говорил Ситковский, абсолютный идеализм в философии Гегеля связан с его стремлением охватить весь универсум, весь природный и духовный мир единым понятием. При этом, если идеализм считает идею продуктом человеческого мышления, мышления отражающего объективные материальные миры и его законы, то у идеалиста Гегеля идея есть субстанция, которая составляет сущность первоосновой вещей. Все эти традиционные, понятные положения для многих, ну, и, наверное, даже для всех, тем не менее, нуждаются в некоторой интерпретации и в осмыслении тех оснований, исходя из которых они были сформулированы. В этом отношении, согласно некой общей линии материалистического истолкования, идеальное должно представлять собой систему объективных форм мышления, которое выступает отражением действительных законов, познаваемого человеком материального бытия. В этом отношении идеальное, относящееся как к чувственному восприятию, так и к мышлению, отражая материальное, является зависимым и порожденным в своем существовании со стороны материи или материального бытия. Вот тут известное воззрение Ильенкова, можно вспомнить о том, что идеальное не сводится лишь к форме восприятия или какой-либо субъективной деятельности, относящейся к материальному бытию человека, но представляет собой деятельность, продуктом которой являются необходимые формы объективного знания, а именно, прежде всего, логические категории, которые существуют независимо от субъективных индивидуальных переживаний и в которых, соответствующим образом, отражается материя во всех ее формах и во всем ее многообразном развитии. Таким образом, противоположность между идеалистической и материалистической диалектикой состоит, как это обычно понимается, в том, что первая является диалектикой мышления, в которой понятию абсолютной идеи мнимым образом придается статус высшей действительности, тогда как вторая является реальной диалектикой природы и общества, как они представляются и объективно отражаются в нашем мышлении. Однако, было давно замечено, в частности, например, Дерг Лукач, известный представитель западного марксизма, считал, что только марксистской диалектики категории становятся и определяются как формы бытия и самого существования вещей. В то же время он отрицает, что у Гегеля они имеют данный энтологический смысл. Именно в этом вопросе проявляется, как он считает, коренная противоположность между материалистической и идеалистической теорией познания. Последнее, по его мнению, неоправданно считает, что категории – суть продукты нашего мышления, о свойствах бытия, прежде всего, о конкретных его характеристиках. Тогда как непосредственно они являются таковыми, поскольку они – суть мыслительного воспроизведения того, что существует и действует в процессе движения бытия самого по себе, как момент движения самого бытия. Если вот так мы истолковываем категории, причем ориентируясь именно на Маркса, поскольку подразвивается известный его фрагмент, в котором обосновывается уже с марксистской позиции принцип тожества мышления и бытия в отношении материальной действительности, то возникают вопросы, каким образом это соотносится с гегельской диалектикой, поскольку и у него тоже задействован этот же самый принцип тожества мышления и бытия. И как именно в этом смысле марксистский диалектический метод, который является противоположностью гегельского, отличается от него, каких существенных моментов и как именно мы в этом смысле должны переворачивать с головы на ноги гегеля, который до сих пор все стоит на голове почему-то. Его переворачивают, а он все так же продолжает стоять. Возможно, что на самом деле это положение является в достаточной мере метафорой, и что гегель вполне основательно стоит на своих ногах, и переворачивать его никакой необходимости не было, чтобы преобразовать так называемую идеалистическую диалектику Гигеля в материалистическую диалектику Маркса, Энгельса, ну и потом Ленина. В этом смысле мы можем вспомнить другого представителя марксистской традиции Герберта Маркуза, который, конечно же, в своем историческом развитии во многом практически уничтожил все основные существенные достижения западного марксизма, но в начале он создал несколько серьезных фундаментальных работ, в том числе одна из которых «Разум и революция», в которой он как раз считает, что категория гегельской философии именно воспроизводит движение самого бытия, и рассматривая вот это самое положение отождества мышления и бытия у Гегеля, Маркус отмечает, что оно имеет смысл лишь поскольку, поскольку имеется в виду, что движение мысли воспроизводит движение бытия и приводит его к истинной форме. Кроме того, часто утверждается, несправедливо утверждается, как считает Маркуза, что гегельская философия заключает понятие в некую самостоятельную сферу, как если бы они были реальными вещами, заставляя их двигаться и переходить друг к другу. В ответ на это надо сказать, как он отмечает далее, что логика Гегеля в первую очередь имеет дело с формами или видами бытия, так как они постигаются мыслью, а не просто с формами, видами мышления, из которых затем каким-то образом понимается отличное от них бытие. В этом смысле понятие у Гегеля обозначает общую форму любого бытия, и в то же время истинное бытие, которое адекватным образом представляет эту форму, а именно свободный субъект. В этом отношении, вопреки собственной позиции Маркса и Энгельса, мы можем сказать, если, конечно, позволено говорить что-то против Маркса и Энгельса, обычно против этого ничего не позволено говорить в некоторых кругах, но на самом деле, безусловно, такая свобода должна существовать. Я постараюсь показать, что в некотором образом и Ленин кое-что говорил против Маркса и Энгельса, по этим позициям. Так вот, вопреки данной позиции, мы можем сказать, что законы диалектики у Гегеля являются законами мышления только в той мере, в какой они выступают также и законами постигаемого разумом бытия, которые не зависят от чувственного восприятия, но раскрываются через единство с мышлением в форме понятия. Собственно, об этом, как это ни странно, свидетельствует собственное рассмотрение у Маркса поступательного движения категории от абстрактного к конкретному. Тот самый принцип восхождения от абстрактного к конкретному, который много раз анализировался, традиции советского марксизма, но почему-то так концы с концами там и не были сведены, ну, за исключением некоторых отдельных людей. В частности, Маркс говорит, что с одной стороны Гегель впадает в иллюзию, понимая реальное как результат в самом себе синтезирующего и самого себя развивающееся мышления. Между тем, как метод восхождения от абстрактного к конкретному, есть лишь тот способ, при помощи которого мышление усваивает себе конкретное, воспроизводит его как духовно конкретное. Однако это ни в коем случае не есть процесс возникновения самого конкретного. Казалось бы, здесь все понятно, прозрачно, однако в этих же экономических рукописях, которые Маркс создал еще до написания «Капиталов», дальше он приходит к выводу о том, что процесс развития самой действительности, а вовсе не просто нашего мышления о ней, и действительность при этом понимается в виде общества с его экономическими отношениями, проходит как раз путь от простых и абстрактных форм существования к формам сложным и конкретным, которые категориально мыслятся. С этой стороны можно сказать, далее, собственно, то, что говорит Маркс, более простая категория может выражать собой господствующие отношения менее развитого целого или подчиненные отношения более развитого целого, то есть отношения, которые исторически уже существовали раньше, чем целое развилось в ту сторону, которая выражена в более конкретной категории. В этом смысле ход абстрактного мышления, восходящего от простейшего к сложному, соответствует действительному историческому процессу. То есть утверждается, что действительно Простого к сложному существует развитие в самой действительности, и оно выражается в самих этих категориях. И в этом смысле удивительно здесь не то, что воспроизводится совершенно иной противоположный ход мысли, что не в мышлении мы достигаем этой высшей степени конкретности, тогда как в действительности она не достигается. Здесь наиболее примечательно то, что Маркс приходит к следующему выводу, как вообще во всякой исторической и социальной науке при рассмотрении поступательных движений экономической категории нужно постоянно иметь в виду, что как в действительности, так и в голове, субъект здесь, и здесь у нас это подразвивается дружуазное общество, есть нечто данное, и что категории выражают поэтому формы наличного бытия или определения существования. То есть Маркс просто говорит о том, что категории это не только лишь формы отражения какой-либо существующей действительности, это формы самой действительности или то, что выражает закономерности, относящиеся к существованию ее различных форм. И эти же закономерности относятся и к нашему мышлению. То есть в некотором виде тезис о тожестве мышления и бытия в марксизме развивается и воспроизводится, но при этом отрицается, что у Бегеля этот тезис рассматривается именно таким образом в отношении бытия, а не просто в отношении чистого мышления. Но именно такого понятия спекулятивного единства, противоположных друг другу мышления и бытия, нельзя было постичь, если руководствуется тем, что мышление есть не собственная форма раскрытия этого противоречивого содержания, в котором осуществляется действительное бытие, но лишь форма внешней рефлексии или субъективного отражения этого бытия в сознании. С этих позиций трудности постижения противоречия как собственного принципа объективно-материального бытия существенно возрастали в марксистской традиции в случае необходимости осмыслить его как внутренне свойственное, так же и субъективному мышлению, отражающему этого бытия. То есть, попросту говоря, как я потом покажу чуть дальше, что некоторые представители марксистской традиции в принципе разделяли положение о том, что действительность противоречива, что она развивается через противоречия, но в то же время отрицали, что эти противоречия свойственны мышлению, нашему мышлению, и признавали первенство принципа непротиворечия или держались принципы формальной логики, отделяя ее от так называемой диалектической логики. В этом отношении проблема адекватной интервентации принципа противоречия стала одной из важнейших проблем всей марксистской традиции диалектического и исторического материализма. Ну и, собственно, центральной частью моего выступления будет обращение как раз к Владимиру Ленину, который совершил, собственно, подлинный параллель в осмыслении гейгерской диалектики в марксизме, и, следуя при этом, безусловно, следуя при этом, общему направлению ее материалистического преобразования, заданному Марксом и Энгельсом, тем не менее, как ни представляется, он более глубоко постиг ее существенные принципы и законы. И в этом смысле гораздо более основательно и существенным образом осмыслил, собственно, гейгерскую диалектику. Так как вот у Маркса не хватило времени, чтобы написать диалектику в марксистском виде, то есть, собственно, в том виде, как она была им преобразована. На что он сильно сетовал, а у Ленина этого времени не хватило. Когда он читал эту самую диалектику в виде науки и логики, когда он ее конспектировал. Считается, что, ну, некоторые считают, что это лишь конспект, но там изложены определенные существенные положения, которые, в общем-то, представляют собой марксистскую диалектику как таковую. Определяя в целом диалектику как учение о единстве и борьбе противоположностей, Ленин считал, что она имеет дело с противоречием не просто в ее ленинах, но в самой сущности вещей, которые раскрываются в противоречивых отношениях с собой и друг с другом. При этом единство противоположностей осуществляется, согласно Ленину, через принцип, соотносящий с собой отрицание. И в нем он видит сущность диалектического метода в целом, как начало самодвижения и саморазвития, как в бытии вещей, так и в понятиях, в которых мыслится это бытие. В этом отношении мы сразу сталкиваемся с глубоким и фундаментальным определением, собственно, логики Бигеля, которое, согласно Ленину, есть учение не о внешних формах мышления, а о законах развития всех материальных, природных и духовных вещей. То есть развитие всего конкретного содержания мира и познание его. То есть итог, сумма, вывод, истории, познание мира. Казалось бы, это прямо соответствует Энгельскому определению диалектики, как общее учение о движении, о законах этого движения в материальном мире и в мире сознания. Но, тем не менее, у Энгельса это определение, прежде всего, раздваивается. Хотя он говорит, что, в принципе, эти законы одни и те же. Тем не менее, он не постигает некоторого существенного смысла этого самого единства, этих двух рядов законов. Категория Гегельской логики – это не определение субъективного мышления в этом контексте, в контексте данного ленинского понимания, но выражение определения объективного бытия всего сущего, которое мыслится в его собственной сущности в форме понятия. И, как считал Ленин, логические понятия субъективны, пока они остаются абстрактными, в своей абстрактной форме. Но в то же время они выражают и вещи в себе. Ну или, как принято сейчас переводить тканцевский термин, вещи сами по себе. Природа и конкретно, и абстрактно, и явление, и суть, и мгновение, и отношение. Человеческие понятия субъективны в своей абстрактности, оторванности, но объективны в целом, в процессе, в итоге, тенденции в источнике. В этом отношении знаменитое ленинское определение материи, которое анализировалось, наверное, так много и так бессмысленно многими авторами, что никакое другое определение вообще не заслужило такого внимания. А именно, что материя обозначает, это категория, обозначающая объективную реальность, данное нам ощущение, которое отражается в нашем сознании. Так вот, это определение нужно понимать, исходя не из принципа общей противоположности между мышлением и бытием, о чем Ленин говорит в этом же самом произведении «Материализм, империокритицизм», чего многие совершенно не понимают. И думают, что вот эта противоположность, она абсолютно, и так далее. А напротив, ориентируясь на понятие или категорию самостоятельного подношения к каждому индивидуальному сознанию объективного бытия, которое как раз и постигается в логическом мышлении, и в то же время не ограничивается естественно-научным понятием о материи. Если Янгельс, например, считал, что материя как общая категория или как нечто постигаемое лишь мыслью является чистой абстракцией, в то же время наиболее значимыми являются те виды или формы материи, которые мы познаем в определенных властях наук, то Ленин, напротив, отказывается от этого пути и признает первенство напротив философского понимания материи как категории, выражающей объективное бытие, независимое ни от какого сознания, и в этом смысле постигаемо лишь разум или с помощью мысли. Несмотря на то, что материя как таковая, конечно же, дается нам в форме чувства и отражается в индивидуальном сознании. В этом отношении роль восприятия, в котором познаваемый объект отражается, имея геносиологическое первенство по отношению к сознанию, оказывается ограничена, так как только с помощью мышления мы можем познавать все сущее объективно во всей его целостности и противочивом единстве. Об этом свидетельствует известное, опять-таки, положение Ленина, которое многим знакомо, но многими не постигнуто все-таки, а именно от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике. Таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности, как утверждает Ленин в этом своем знаменитом конспекте науки и логики. То есть абстрактное мышление – это нечто в его определенной форме, нечто такое, что выражает сущность самой действительности в ее саморазвитии, а не просто формы различного рода субъективного мышления, пусть даже и, некоторым образом, правильно выражающие основные формы существования материи. Эти положения Ленин конкретным образом формулирует применительно к гегельевскому рассмотрению идеи познания, которые включают в себя идею истинного, как теоретическую идею, раскрывающую сущность научного познания, и идею блага, воплощающую в себе практическую идею, преобразующую природу на основание ее познания. В этом отношении, как отмечает Ленин в том же самом конспекте, сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его. И гегельское понятие, которое представляет в понимании Ленина познавательную деятельность человека как субъективность, предполагающую объективную, самостоятельную в своем бытии независимую от человека природу, оно осмысливается в виде этой самой субъективности. В теоретической идее субъективное понятие в виде человеческого познания как общие и само по себе лишенные определенности подрастают объективному миру, и скоро его начерпает определенное содержание и наполнение. В этом смысле Ленин прямо пишет о гегельских положениях, что это чистый материализм. Его ничуть не удивляют вот такие некие идеалистические понятия, которые употребляются гегелем. И он говорит, что это лишь определенная форма, которая придается в данном случае тому содержанию, которое имеет, собственно говоря, материалистический смысл. Понятие как человеческая практика далее в виде гегельской идеи блага понимается Ленин как стремление реализовать себя, дать себе через себя саму объективность в объективном мире, осуществить себя. Тем самым практическая идея и понятие как действительное действующее противостоит действительному миру, который она преобразует. При этом уверенность, которую субъект практической деятельности, то есть человечество в целом, или человек имеет в своем бытии, есть уверенность в своей действительности и в то же время в недействительности мира. Ленин считает, что теоретическое познание должно дать объект в его необходимости, в его всесторонних отношениях, в его противоречивом движении. Но человеческое понятие как субъект окончательно ухватывает эту объективную истину познания, владевает ею лишь когда понятие становится для себя бытием в смысле практики. То есть практика человека и человечества, есть проверка критерий объективности познания. Знаменитые часто повторяемые положения, что практика – это критерий истинности, часто имеют очень ограниченный некий так называемый научный смысл, или даже обыденный, что любая теоретическая истина познается через некоторого рода человеческую практику, тогда как на самом деле понятие практики у Ленина проистекает из гейгерского учения об идее благо или о практической идее, которая на самом деле подразвивает нечто иное, полное преобразование мира в соответствии с некоторыми постигнутыми существенными его законами. И в этом смысле практика выступает тем абсолютным единым со своей объективностью субъектом, который не только познает все сущее, но и осуществляет в нем себя. То есть является идеей, интерпретируемой в марксистском ключе, в виде материи, которая, являясь абсолютным субъектом, с одной стороны порождает в своем саморазвитии все сущее в виде природы, с другой стороны научно познает и производит все вещи в рамках человеческого общества. Комментируя гейгерское положение о соотносящей с собой негативности, которая в диалектическом движении образует абсолютную субъективность понятия, Ленин замечает, что здесь важна первое – характеристика диалектики, самодвижение, источник деятельности, движение жизни и духа, совпадение понятий субъекта в скобках человека с реальностью. Второе – объективизм в высшей степени. В этом смысле богаче всего окажется самая конкретная и самая субъективная, в гейгерском смысле абсолютной субъективности диалектического метода. И в этом смысле абсолютным субъектом, то есть той самой идеей, которая у гейгеля мыслится как идея именно, оказывается та высшая абсолютная действительность, которая в данном случае определяется уже в виде материи. То есть вот здесь происходит это самое переворачивание, но происходит таким образом, что, собственно, смысл и сущность диалектического метода, гейгельского диалектического метода не меняются. И в этом смысле мы не можем говорить о том, что диалектический метод, как он представлен в материализме, в существенном смысле противоположен идеалистическому методу, именно как метод, а не системе идеалистической в целом Гегеля и не частных ее положений, относящихся к философии духа, философии природы и так далее. В этом отношении Ленин находит замечательно, что вся глава об абсолютной идее почти ничего не говорит о Боге, против чего явным образом вождь мирового пролетариата выступал, как известно, и почти не содержит специфический идеализма, имея своим основным предметом обоснование диалектического метода. Таким образом, мы можем сказать, если будем следовать Ленину, что в самом идеалистическом произведении Гегеля всего меньше идеализма и всего больше материализма. Если бы Гегель об этом сказали, наверное, он был бы не очень доволен. Но в целом, возможно, что при такой трактовке понятия материи и согласился бы. В итоге, как замечает Ленин в своей заметке о Дицгене, сделать гегельскую систему исходной точкой материалистического метода могло бы, конечно, показаться противоречивым. Потому что, как известно, идея занимает в ней еще более выдающееся место, чем в какой бы то ни было другой спекулятивной системе. Но гегельская идея хочет и должна реализовать себя. Она, следовательно, замаскированный материалист. И наоборот, действительность является там под маской идеи или логического понятия. В этом смысле идея, как диалектическое единство бытия и мышления в гегельской логике, не просто признается гипостазированной мысленной сущностью, как у Маркса, демиургом, который творит действительность, но смыслится Лениным именно как материя, выступающая сущностью объективного реального бытия и в то же время сущностью субъективности нашего идеального мышления, которое в лице человека познает через практику и преобразует это самое бытие. Гегельская абсолютная идея понята здесь, как материя, обозначает действительность или абсолютное бытие, которое существует в самом себе и для себя, раскрывая и познавая себя во всех формах своего существования через диалектическое противоречивое саморазвитие в мышлении, тождественном с этим бытием. Следуя Марксу и Ингельсу, Ленин уделяет особое внимание исследованию гегельского диалектического метода, связанного с принципом отрицания и положением о единстве в борьбе противоположностей, о чем я уже говорил. При этом, надо сказать, что борьбу противоположностей, понимаемую как сущность противоречия, Ленин истолковывает как абсолютную в бытии вещей, в отличие от единства этих противоположностей, которое в виде снятия противоречия между ними должно мыслиться в этом бытии лишь относительно. Это положение Ленин не просто теоретически осмыслил, но применял практически. В этом смысле диалектика представляет для него не просто абстрактную философскую теорию, независимого от нее реального бытия, познаваемую определенными науками, но всеобщую конкретную научную философию, которая на основании теоретического познания основных закономерностей природы переходит с одной стороны к практике, понимаемой в гегельского смысле как полное научно-технологическое преобразование природы, а с другой в виде исторического материализма выступает теория практического революционного преобразования общественного бытия. Высшим принципом борьбы противоположностей, как он проявляется в действительности, выступает у Ленина в этом отношении не природа, однако осмыслению познания, которое он уделил большое внимание, но общество, в котором этот принцип принимает форму классовой борьбы. Как считал Маркс, главный недостаток всего материализма, который предшествовал диалектическому, заключался в том, что предмет, действительность, под которым, собственно, и нужно понимать материю, берется только в форме объекта или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, то есть практика, и берется несубъективно. Именно это понимание практики Ленин выводит из гегельской диалектики идеи блага, которые в данном случае, как он считает, исследует Маркс. Однако, теоретическое осмысление этого принципа было лишь намечено в рамках общих построений Маркса. Только Ленин всесторонне обосновал, что кроме объективных оснований для перехода от одной общественно-экономической формации к другой, должны сформироваться и субъективные основания, имеющие в принципе решающий характер. В частности, кроме развития определенных объективных материальных производительных сил, которые ограничены формой частной собственности, в кризисный момент должен уже возникнуть и существовать такой сознающий себя класс, который как всеобщий субъект сознательно выступает не только против определенных условий своего существования, но и против всей общественной системы производства его жизни. Правитариат, познавая себя, становясь воплощением исторического социального разума, преобразует как субъект объективное общественное бытие в нем самом. Или, собственно, является тем самым воплощением идеи блага, которую анализировал Ленин, обращаясь к гегельской диалектике. Воплощает в себе, собственно, ту практику, посредством которой преобразуется все общественное бытие. Таким образом, как отмечал, например, Деррюк Лукач, только когда данный класс является одновременно субъектом и объектом данного такого познания, и таким образом теория непосредственно и адекватно вторгается в процесс революционного преобразования общества, лишь тогда и становится возможным единство теории и практики. Или то самое единство теоретической и практической идеи, которые мысли совбегали в виде абсолютной идеи. Естественно, вопросы, которые тут сразу возникают, а почему же Гегель применяет этот самый термин идея? И что, собственно, как он может ее понимать, что называется объективно, в виде абсолютного бытия? На этом чуть позже я остановлюсь, но нужно сказать, что если кто знаком со в Тори философии, термин идеи, не обозначал в начале своего возникновения, как философская категория, никаких мыслей, которые имеются в человеческом разуме, и вообще не означало никаких понятий, с помощью которых мы что-либо мыслим. Термин идея у Платона означал вообще-то вид, форму, чего-либо, что дано нам в чувственном восприятии, прежде всего. У Платона это было осмысленно, как умопостигаемое бытие вещей, из которого они возникают, и отсюда вот, собственно, и тот смысл, которым затем, через некоторое последование, руководствовался и Гегель. То есть идея это не мысли человека, который гипостазируется в некое независимое от него существование, а изначально идея это некое бытие вещей. Только оно может пониматься либо как чувственно воспринимаемое, либо как умопостигаемое. У Гегеля оно понимается именно как умопостигаемое. Ну и возвращаясь, собственно, к клинской дилептике общественного бытия, можно сказать, что снимая отчуждение от себя, самого и других людей, от своей всеобщей разумной сущности, которая превращается при капитализме лишь в средство для поддержания природного индивидуального существования, человека владевает, создавая им самим предметной действительностью в форме общественной собственности на средства производства, осуществляет свою свободу при условии освобождения всех остальных. В этом отношении известное Гегельское положение о том, что все разумное действительно, а все действительно разумно, марксистский смысл, который раскрывался в свое время Энгельсом, означало для России в 17-го года, что весь существующий общественно-экономический и политический строй в ней был не только недействительным, но и совершенно неразумным. Однако только Ленин понимал также и то, что разумное, которое должно стать действительным в российской мировой истории, необходимым образом требует не просто уничтожения всей старой формы общества, но и смертельной борьбы пролетариата с господствующими классами. И способом формы этой борьбы и теорией, которая, собственно, и организовала эту борьбу, являлась диалектика. И диалектика именно Гегеля, а не просто некая диалектика, которая противополагалась Гегелю и не имела к нему никакого отношения или не выражала те существенные формы ее развития, с которыми выступил сам Гегель. В этой революционной борьбе осуществляется диалектическое единство мышления и бытия в марксистском его понимании, когда категории, в которых мыслит событие сущего в рамках теории исторического материзма выражают формы наличного бытия или определение существования создаваемого общества. Данное понимание диалектики, связанное с принципом борьбы отрицающих друг друга в своем бытии и противоположности в виде претендующих на положение всеобщих классов, пролетариата и буржуизии, развивается Лениным в теории диктатуры пролетариата, которая, в принципе, условно, надо сказать, является основой для преобразования капитализма и перехода к коммунистической формации на первой стадии социализма. Ну и, возможно, и не только в этой форме. Это вот как бы некая основная часть, которую бы я хотел рассмотреть. Ну и также хотел обратиться к тем линиям развития марксистской диалектики в советский период. При этом, естественно, я не претендую ни на какое исчерпывающее рассмотрение тех течений, которые там существовали. В принципе, я хочу лишь выделить две основные содержательные линии интерпретации гигерского принципа противоречия в советской марксистской диалектике. Первая линия, которая ориентировалась на положение Маркса, Энгельса и Ленина, стояла в том, что противоречие определялось как антологический принцип развития материальной действительности, который гносеологически распространяется также и на мышление, понятие которого оно отражается и познается. Ну, условно, можно к этой традиции отнести многих мыслителей, но вот тут я отношу Ильенкова, Сорокина, ну, в том числе, безусловно, к этой линии относятся и присутствующие здесь Михаил Иосифович Попов, Александр Сергеевич Козенов. Вторая линия сводилась к тому, что противоречие, хотя и признавалось принципом развития материального бытия, но тоже время исключалось и считалось недопустимым для мышления вообще, которое должно причиняться общим требованиям формальной логики. Этой линии условно, опять-таки, придерживались такие мыслищики, как Бакрадзе, Батищев, Оруджев. Вот. При этом, конечно, здесь интересен только лишь предметно-содержательный аспект проблемы и я не ставлю здесь целью всестороннее рассмотрение взглядов данных мыслителей. Вот. В соответствии с первой линией интерпретации противоречие понимается как конститутивный металлогический принцип всех вещей, которые раскрываются в форме материальной действительности, данной для чувственного восприятия и форме мышления, понятие которого она отражается и познается. В частности, эту линию наметил уже Энгельс, который считал, что если вещи присущи противоположности, то эта вещь находится в противоречии с собой. То же самое, как он считал, относится к выражению этой вещи в мысли. То есть, если вещь противоречива, то и мысль, которая ее выражает или отражает, как предпочитал говорить Энгельс, хотя недостатки теории отражения уже были отмечены, вот эта противоречия присутствует и в форме мышления. Например, в том, что вещь остается той же самой и в то же время непрерывно изменяется, что она содержит в себе свою противоположность между пребыванием одной и той же и изменением, заключается противоречие. Это противоречие должно заключаться в мышлении об этой вещи. Если следовать положению второй линии, противоречие может признаваться в определенном виде принципом развития материальной действительности, но считается, тем не менее, совершенно недопустимой формой мышления, в отношении которого признается безусловное значение универсальных законов формальной логики. В целом, надо сказать, что после Маркса и Энгельса, глубоко применявших гигельский принцип противоречия к осмыслению природных и общественных процессов, несмотря на полное несогласие с основными принципами его абсолютного идеализма, представители идеологически ориентированного гилактического материализма, по форме полной приверженной марксистской диалектики и принципу противоречия, при осмыслении его содержания часто понимали его так же, как и многие западные исследователи, исходя из принципа единства различий, а также приходили к необходимости его согласования с основным положением формальной логики. Так, например, известный советский исследователь Бакрадзе видел смысл гигельского противоречия в том, что противоречие моменты, которые отрицают друг друга и снимают свое отрицание в синтезе целого, вовсе не представляют собой подлинного логического противоречия. Например, такие противоположные моменты, как качество и количество, сущность явления, содержание форма, идея и природа не находятся между собой в логическом противоречии, как он думал. По сути дела, означает, что гигельский принцип противоречия, как таковым, им не признается и заменяется принципом единства или синтеза различий, как и неких реальных противоположностей, которые дополняют друг друга как различные определения единого целого. Так, например, и это яркий пример, категория бытия ничто, согласно Бакрадзе, вовсе не представляют у Гегеля, ну и мы их не должны таким образом понимать и в марксизме, взаимно противоположных моментов, которые одновременно тождественны и различны, что приводит к противоречию, разрешающейся в понятии становления. Это особенно отчетливо проявляется у данного автора при анализе гегельской критики основных принципов формальной логики. Бакрадзе, в частности, считает, что вещи и явления действительности могут быть противоречимы с точки зрения подлинной диалектики. Однако, понятия о них, суждения о них, если они истинные, не могут быть противоречивы, не могут содержать противоречия. Причем, речь идет здесь не вовсе не об истине диалектической теории в целом, которая не должна противоречить сама себе в своих выводах, поскольку противоречие как в действительности, так и в умышлении разрешаются в гегельской философии. Но о том, что суждения, описывающие противоречившие друг другу определение самой действительности, в мышлении они вовсе не должны противоречить друг другу. И в определенном виде такой подход разделяется Батищевым, который признавал противоречие всеобщей формы материальной действительности и отличал эту форму от принципа единства различий от реальных противоположностей. Однако тоже Ревн считал, что формально-логический закон непротиворечия является общим принципом выражения мысли в языке, связанным с сопредмечиванием мышления в происходящем форме языкового высказывания. Таким образом, безусловно необходимый для мышления действительности принцип противоречия должен выражаться в форме такой антиномии, которая должна считаться недопустимой в языке из позиции формальной логики. То есть противоречие существует в материальной действительности, но выразить его в форме мышления мы не можем. Или противоречие немыслимо. Над каковым положением смеялись Макс, Энгельс, Ленин считал, что если кто-то не понимает, что мышление само по себе противоречиво, когда оно правильным образом выражает стороны, различные противоречные стороны действительности, то он и не понимает, собственно, самой этой действительности, как она организована. Ну, здесь дальше также я обращаюсь к целому ряду других мыслителей, которые придерживаются этой линии. Надо сказать, что она во многом завоевала большой успех, и это отразилось, собственно, во многом и в том, что ленинское учение о диктатуре пролетариата было, собственно, отвергнуто. И это было связано, прежде всего, с неправильным или с односторонним усвоением гигельской диалектики, которая наиболее выдающимся образом была осмысленна у Ленина. И данные авторы не следовали Ленину в осмыслении диалектики, как она была представлена у Гегеля. Вот. Некоторые мыслители, безусловно, поддержали эту линию, основополагающую линию, которая идет от Ленина, в том числе один из них это Ильенков, в которых была создана особая теория идеального. Вот. Он, безусловно, считал, что противоречие должно выражаться и в промышлениях. Ну, а в области социальной теории марксизма положение о противоречии как необходимой форме не просто понимания, но в самой действительности с этой позиции выступил Михаил Ильич Попов и его глубокое понимание природы и сущности социализма, которая связана с диалектикой отрицания предшествующей формы, из которой возникает социализм. Это было, безусловно, большим достижением, но, к сожалению, оно не было учтено в общественном развитии, ну, возможно, оно будет учтено в будущем. Вот в целом все, что я хотел рассказать. Спасибо. Поставили вопросы? Да. Если что, я подскажу. Так, зачитаю, да? Как изучали науку логики после Ленина? Ленина. Как применяли диалектический материализм к изучению общественных явлений после Ленина? Ленинской отриенной материи и как же сознание человека преобразует в материю? Ну, как бы, вот вроде бы, как изучали науку логика после Ленина, я в целом попытался рассмотреть, наверное, вопрос писался еще до того, как я приступил к этому. Вот, изучали очень плохо и в основном изучали исключительно догматически, не ориентируясь на собственный спекулятивный смысл, собственно, и высказание самого Ленина, но и не обращаясь к предмету, в данном случае, к науке логики как таковой, или стал кроли сугубо исключительно ограниченным, как мне представляется. Ну, отчасти, вот, ответил, наверное, и своем выступлении. Второй вопрос, как применялся диалектический материализм к изучению общественных явлений после Ленина? Да, ответили. Ленинская материя, как же сознание человека преобразует в материю? В том-то и дело, что сознание человека и есть некоторая высшая форма существования материи, которая, как вот эта самая практика, как некая абсолютная субъективность, которая познает существующие законы действительности, преобразует эту действительность. То есть, выступает не просто чем-то противоположным действительности, но, например, но в собственном виде тем, что является основанием для преобразования, исходя из понимания вот этих самых сущностных закономерностей, что и выражается в понятии идеи блага. Или вот у Ленина это выражается в понятии и в диалектике борьбы классов, и в том понятии, в том значении, которое придает пролетариату. Вот, значит, философия партийна. Да, безусловно, в каком-то смысле партийна. Ну, в целом, я поддерживаю этот анализ партийности, который дает Ленин, как бы воспроизводить положение, думаю, нет особой необходимости. Если в марксизме есть философия рабочего класса, то чьей? То есть, какого класса является философия Гегеля? Хороший вопрос. Очень хороший. Я думаю, что в своей сути, в своем диалектическом методе, философия Гегеля и является философия рабочего класса. Но, согласно тому классическому разделению внутри самой философии Гегеля, что в ней существовал и диалектический метод, и идеалистическая система, потому что преобразование идеализма, безусловно, некая необходимая вещь. Важно, как это преобразование понимается. Потому что Гегельская философия духа никак не может быть преобразована в таком виде, как может быть преобразована и преобразовывалась наукологией. В некотором противоположном единстве, безусловно, Гегельская философия духа является философией совершенно другого класса, именно буржуазии. Но вот это противоречие и составляет ту общественную историческую необходимость, исходя из которой возник марксизм, исходя из которой он был настолько эффективен в своем всемирном значении. Потому что даже если каких-то теоретических результатов он не достигал, то даже отдельные теоретически правильно выдвинутые принципы приводили к таким последствиям, что можно говорить, что именно марксизм является подлинным наследником Гегельской системы, и никакое другое течение философии таким наследником вообще, даже приблизительно являться не может. Как-то не представляет. В последующие два вопроса. Да, вступил, если снять. Вопрос каждому профессору. Как к среднему, малограунтному начать самоучебу, изучение? Ну, видимо, изучение Гегеля, Марксом. Хороший и на самом деле трудный вопрос, несмотря на, вроде бы, некоторую наивность. Ну, понятно, вроде бы, что нужно изучать самому все это и стараться понимать то, что говорят об этом другие люди. Вот. Но, на самом деле, если кто-то думает, что тем самым трудности, все трудности будут преодолены, это не так. На самом деле, трудности, они здесь объективно необходимы. И здесь нужно пожелать просто успехов на этом пути. Любому, среднему. И, поначалу, малограмотному человеку. Малограмотный человек, это, как бы, вот, он вначале должен быть малограмотным, а потом он перестает таким быть. И это доступно любому человеку, я думаю. Вот. Значит. Какие конкретные достатки есть в современном марксизме при усвоении диалектики Гегеля? Ну, вот, вроде бы, я, как бы, на отдельном главном остановился. Их, на самом деле, очень много. Ну, связано это было с тем, что, собственно, общественный экономический строй некоторым образом переродился или изменился посредством некого внутреннего отрицания. И, соответственно, возможности осмысления диалектики в современном марксизме были сильно ограничены внутренним политическим контролем. В то же время, теми догмами, которые считались непререкаемыми и считалось невозможным их преодолевать. Вот. Ну, спасибо большое. Так, записалось по порядку записавшихся. Герасимов, Анна Николаевич. Ну, во-первых, хотелось бы благодарить товарища Протопопова за замечательную лекцию и актуальность темы, потому что тема, конечно же, она очень актуальная. Наука логики Гегеля – это треугольный камень марксизма. Если вышибить из-под него этот камень, а вот я, так сказать, в сети вижу довольно много попыток это сделать, то обрешется все здание марксизма и обрушится вообще все научное здание построения нового общества. И мы окажемся в каменном веке, образно говоря. Во-вторых, вот при изучении Гегеля, вот иногда и я тоже говорю, надо изучать Гегеля. Конечно, когда говорят, надо изучать Гегеля, надо иметь в виду его труд – науку логики. Потому что у Гегеля есть феноменология духа, есть лекции по фирософии истории, есть фирософия права. В этих произведениях вкраплены иногда очень сильные мысли. Если человек интересуется фирософией, то ему полезно прочитать эти произведения, и он науку логики будет после этого лучше понимать. Но все-таки при применении вот инструмента, Гегель создал кароссальный инструмент для познания мира, – это наука логики. И я бы не стал даже ставить вопрос о блок расовой принадлежности. Какому классу принадлежит формальная логика Аристотеля? Обовладельческому? Она и сейчас широко применяется и в математике, и в программировании, и всюду. Что, обовладельцев нет, а она применяется? Это трудная математика такая. Эта математика такая трудная. А, обовладельческая. Наука логики, вот сама по себе, Эта наука такая же, как физика Ньютона, как таблица периодической элементов Менделеева. Здесь не вполне корректно ставить так вопрос, на мой взгляд. А вот при применении своей науки, конечно, Гегель при применении вот этого инструмента, он создал инструмент, который сам применить только не смог. Или там ему что-то мешало ходить, бывает, склизко, как говорится, по камушкам иным. Но, конечно, там вершина государственной мысли – это прусская монархия. Там потом передать ему Наполеону восхищаться и так далее. То есть это, конечно, говорит об его неспособности. И, конечно же, заиграть науку логики Гегеля заставили Маркс и Энгис. Вот они ее применили, и затем Ленин. Они ее применили во всей парноте. Вот все-таки вот после Ленина, вот я так вот подумав, слушая вот этот вопрос, какие здесь, можно сказать, крупные были вехи. До конца 70-х годов, ну, была, можно сказать, определенная спячка. Да, товарища Генков он был, но, скажем, применить изучение науки логики к противоречию тогдашнего общества, современного ему, вот он или не захотел, или не смог, или что-то ему помешало, не знаю. Но вот, скажем, в конце 70-х, начале 80-х годов начала разрабатываться Василием Яковлевичем Ильмеевым теория потребительной стоимости. По сути дела, это политэкономия социализма. И, конечно, если бы не был товарищ Ильмеев доктором фирософских наук, тогда и не изучал бы Гегеля, наверное, ему бы это было не подврасно. Потому что видно, что сейчас много у него последователей, вроде как, и у нас в политехе в том числе, там потребительно-стоимостной кружок там какой-то собирается. Но там, конечно, без диалектики, без Гегеля это беспомощные, иной раз даже реакционные течения. Потом Михаил Васильевич здесь присутствующий, он применил науку логики к исследованию противоречия социализма. И, в общем-то, без изучения противоречий понятно, что познать общество нельзя. И поэтому можно говорить, согласиться с Андроповым здесь, что познать общество практически не пытались. И, как сказал Андропов, мы не знаем то общество, в котором живем. Но не было такого, по крайней мере, углубленного анализа, противоречий социализма. Потом вот движение общественно-экономических формаций. Вот понятно, как формации существуют в своем, на личном бытии. Но вот процесс их становления, вот может Михаил Васильевич в своем выступлении подробнее расскажет, тоже вот был он скрыт, как происходит становление общественно-экономических формаций, как раз самые интересные периоды истории, когда они перерамываются в революционное время. Это тоже не было красиками вскрыто, это вот, можно сказать, развитие марктизма, как теории, как науки. Это вот, а изучалась наука логики? Ну, изучалась она, наверное, все-таки действительно не очень. Были кружки, там люди писали в нянете, но вообще говоря, кто хочет изучать науку логики, вот, как тут говорили, для неграмотных, да? Но я думаю, не для неграмотных, а для людей, так сказать, просто непривычных к этому. Я бы вот посоветовал бы книгу «Социальная диалектика» Михаила Васильевича, где Гегель не перерожен каким-то образом, как говорили, что кто бы Гегеля проще изражил. Это задача вообще неблагодарная, потому что написать вот эти достаточно трудные для понимания вещи языком понятнее, чем Гегель в хорошем переводе, это вряд ли удастся. Поэтому там Михаил Васильевич, он берет, так сказать, вот эти гегелевские, прямо жирным шрифтом, высказывания один к одному, а потом иллюстрирует их примерами из отечественной истории. Значит, после этого, конечно, будет проще браться за Гегеля, от изучения которого непосредственно в подлиннике, в первоисточнике, на русском языке переведенном, все равно, так сказать, не удастся. Но это, по крайней мере, вот оно немножко, конечно, и прочитав «Антидюринг» Энгельса, другие работы «Антидюринг» Энгельса, тоже можно вот этим проникнуться. И вот из современных, вот, социальная диалектика. Она есть на сайтах у нас, и набрав социальную диалектику в поисковике, в любом вы на нее выйдете. И это, в общем-то, она легко читается, опять же, будет большим количеством примеров. Вот это оно, пожалуй, на этом можно язык углить, хотя тема не исчерпаемая. Казенов Александр Сергеевич. Да, ну мы уделяем много времени диалектике, диалектическому методу. Каждый год у нас несколько лекций на эту тему, и, судя по сегодняшней лекции, мы идем и в жирь, и в глубь. И мне кажется, сегодняшняя лекция, она интересна тем, что взято развитие диалектики в советское время, и взято развитие в какой-то мере на Западе, хотя я понял, что лектору немножко тут не хватило времени, но даже тех авторов, которых он вспомнил, они очень существенны для темы и очень известны на Западе, скажем, и Лукач, и Марксис, и Маркузе, Герберт Маркузе. Они для Запада очень авторитетные люди и посвятили, несмотря на свою занятость другими сонными вопросами, много отдали изучению диалектики и написанию книг. Скажем, ну вот в 70-х, в начале 70-х годов, после известных событий в Европе студенческих волнений 68-го года, Маркузе, он был такой один из духовных лидеров вот этих вот бунтующих во Франции, в Англии, в Америке, в Испании, в Германии студентов. И там был такой лозунг «Трием Маркс Мау Маркузе». Значит, и Маркузе, в той части, в которой он освоил Гегеля и Маркса, он, да, действительно был таким значительным идеологом буржуазным середины, ну, второй половины 20-го века. А в той мере, в которой он не освоил или там занимался другими темами, значит, ничего интересного, конечно, с собой не представлял. Ну, и что мне понравилось в докладе нашего сегодняшнего, значит, лектора, что вот он много времени посвятил идеи. Я тоже в своих лекциях затрагивал тему идеи, говорил, что вот само понятие даже идеи у нас как-то оно не привлекает внимания, не исследуется. А это очень важно. Почему? Потому что идея, она не просто оторванная от жизни, категории или даже понятия, она вытекает из самой жизни. И, скажем, сегодня вспомнил лектор, что она имеет и чувственные формы. А можно понять из определения, что она такая форма, которая соединяет в себе чувственность и разумность. Идея, да, вот правильно он говорит, что идея происходит от вид. Причем это словечко вид, оно не просто, значит, наша обозначающая внешность, но и свойственно почти всем индоевропейским языкам, и обозначает непосредственно вид. А что такое вид по понятию? А вид по понятию это определенный род. То есть вид в себе род. И Гегель нам объяснил, что человек в себе род. В этом смысле чувственный вид, это вид матери, вид одного вида людей, то есть людей из одного рода. И в древности идея так и формировалась. Она из внешнего обозначения постепенно переходила во внутреннее. И у Платона она уже и выглядит, как совершенно абстрактное, оторванное, что-то родовое, что-то всеобщее, которое формирует конкретные единичные вещи. И вот сегодня, идя на эту лекцию, я вспомнил, что вообще говоря, идея, если вспомнить, что под идеей диктатуры пролетариата стоит уничтожение частной собственности, то впервые эта мысль родилась у первого писавшего философа, у Платона. Платон первый выступил против частной собственности. Платон первый указал, что частная собственность источник всех, значит, бед и смут в обществе. То есть, в каком-то смысле, значит, Платон вот эти вещи понимал, но в очень таком абстрактном, зато и первичном виде. И я думаю, что вот придется, наверное, перечитать теперь Платона вот с этой точки зрения. Так что я получил большое удовольствие. Спасибо. Спасибо большое. Товарищ Чиревский. Можно тоже задуматься? Уже будет вопрос, а то я забуду сам. Значит, типичные недостатки мышления современников, хотя бы и профессоров. Почему нельзя так изучать науку логики, как она изучается сегодня? В чем наша и ваша ошибка? Что преподавание ведется сугубо односторонне. То есть, рассматривается диалектика. Диалектика, диалектика. Можно так ее рассматривать? Нельзя. Значит, должна быть диалектика, метод, и должна быть обязательная система. В одном, в четырех предложениях диалектика, в пятом про систему вспомнить. И потом, говоря об идеальных понятиях, четыре предложения про идеальные понятия, там, дух, мыслящее создание, а в пятом указать конкретную его реализацию, что это мыслитель, что это человек. И это будет все время, вот, в таком диалоге это будет пониматься правильно. А сейчас у нас господствует такой, во всем преподавании в мире, такой односторонний подход. Так же, как нельзя, и у автора звучало, что вот один мыслитель, другой мыслитель. А можно так изучать, хоть философию, хоть математику. Математику Эвклида давайте изучать. Давайте изучать математику Фурия. Они великие, без вопросов. Но мы должны изучать наше всепобеждающее учение, марсизма, ленинизма, в целом, как кусок, как говорится, кусок, отлитый из одного куска стали. То есть, все время говорить, что вот мы, учение марсизма, ленинизма, вот у нее есть философия, вот у нее есть это. И все время проводить связи и сводить наш частный вопрос к целому, чтобы все время видеть всю ситуацию в целом. И не уходить в одну подробность, хотя и важную. Потому что, забыв про целую систему, мы неправильно будем и метод изучать, и все будет плохо. Вот днями прочитал предисловие и комментарии Васильев в 1927 год. У нас была издана самая простая книга Гегеля «Введение философии. Попедевтика». И там вот интересно, есть в комментариях примечание такое, что хвалили книгу, ну и Март в частности, что считали, что самая лучшая книга Гегеля – это феноменология духа. Сегодня и многие, и вот здесь присутствующие товарищи говорят, что главная книга – это все-таки наука логики. И вот я считаю, что как должно быть мышление человека построено, даже вот исходя из этих книг, у вас наука логики. Вот мы изучаем понятия, все хорошо, это мало. Почему нужно сначала перед наукой логики или чистой логикой сначала изучить феноменологию, то есть получить из окружающего мира сырье полупонятия для понятия. Логика, она чем занимается? Понятиями, уже обработанными мыслями. А феноменология, то есть такое примитивное, рассудочное понятие, оно воспринимает из, ну, реальность. То есть логика – это второй этап обработки. Первый этап – это феноменология. И кроме того, до этого еще должен быть самый начальный этап – это восприятие окружающего мира так, как он есть. То есть наука логики или чисто логики – это третий этап обработки воспринятой информации. Короче говоря, значит, я за то, что марсизм и эминизм – это цельное учение. И обязательно нам нужно подчеркивать вот эту вот цель нас. Валенцов Степан Сергеевич. Нет, 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 нет. У нас не вопрос. У нас вот, как лач, вопросы закончились. Хочу начать с критики выступающего товарища Герасимова. Значит, он сказал, что или начал опровергать, и доказывать, что философия может быть не партией. И привел какой-то пример там, из геометрии. Видимо, товарищ Герасимов забыл. Известное утверждение огласит, что если бы аксиомы, геометрии, задевали, задевали чьи-то экономические интересы, они были бы опровергены. Философия о партии. Философия о партии. Иван Михайлович. В том числе. Значит, если говорить о философии Гегеля, она в целом реакционная. Хотя там есть здоровое зерно, это диалектика, метод мышления, который был использован Максом. И, значит, он и перевернул с головы на ноги, уже перевернул, а она и уже перевернута там находится, а вы просто не можете этого разглядеть и понять. Поэтому, когда вы начинаете говорить о том, что философия Гегеля, она надпартийна, значит, вы пытаетесь протащить буржуазные идеи, по сути дела, и навязать нам эти идеи. С другой стороны, я хотел бы тоже, значит, практиковать выступающего. Он начал с того, что признал партийность философии. Но напрямую ответ о философии Гегеля, философии какого класса, начал за здравие, вроде как, сказать, то ли буржуазное, то ли рабочего класса, так он и не понял, запутался сам и запутал нас всех. Так не бывает. Она либо того, либо этого, либо того класса, либо другого. Она не может быть как бы и того, и другого класса одновременно. Это не диалектика. То, что вы пытаетесь нам выдать за диалектику. Это не элементарное какое-то непонимание. Диалектика. Следующее. Многие говорят о развитии диалектики. Да, в советское время. Что такое развитие диалектики? В этом плане мне непонятно. Использование метода для того, чтобы объяснить реальность, социалистическую реальность, это я понимаю. Развитие диалектики как метода я не совсем понимаю. Поэтому здесь, мне кажется, вы сами тоже не разобрали, что вы хотели рассказать. И поэтому такая путаница как бы в лекции, она присутствует. В восприятии тоже присутствует. Спасибо. Последний наступающий. Попов, мы голосились. Дорогие товарищи, я хочу сказать, что мы очень редко можем послушать в России и в мире какого рода доклад. Почему? Потому что людей, которые разобрались в диалектике или разбираются в ней. Хотя и те, кто разбираются, те, вы не считаете, что они все там полностью разобрали. Можно пересчитать по пальцам людей нового поколения. Поскольку, скажем, те, кто считают себя специалистами по диалектике принадлежат в общем-то поколению уже прошедшему или проходящему. Совсем мало. И я думаю, что вот в виде Ивана Алексеевича мы имеем представителей нового поколения, которые, собственно говоря, и будет развивать и развивает Марксизм. Именно потому, что Марксизм действительно из одного куска стали, но этот кусок стали является единым только благодаря диалектике. Без диалектики сразу выпадает капитал, поскольку, как говорил Ленин, нельзя вполне понять капитала, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. И что бы там вы ни говорили, как надо ее изучать, как хотите изучать. Хотите так, хотите с конца, хотите середины, хотите какие-то книжки дочитайте, какие-то после, хотите белососкую пропедевшику читайте, которую для школьников, из которой вы никакого выведения не найдете, не поймете. Хотите в этом произведения прямо Энгель говорила, что вот здесь есть кратчайший путь, кратчайший путь к изучению диалектики. И вот все-таки норовят ходить вокруг этого всего. И так, в те советские времена, вот мы перебираем эти книги, все, кто изучал этот вопрос, и об этом говорил докладчик, очень замечательно и конкретно, все они ходили тоже, «Котовокрут горячей каши». Я могу к этому только добавить, что были у нас попытки создать многотомное издание по материалистической диалектике. Создали, ведь тому. Да, и так издавали, и всяк, издавали, как создадут, потом рецензия, что вот отличная книжка, хорошая, замечательная, единственная, но у нее недостаток, там нет диалектики. И поэтому ее не читают. И поэтому никто ее нигде не читает. Почему? Потому что хотели увернуться собственно от изучения самой науки логики. Я думаю, что даже для того, чтобы критиковать вот такой доклад, который сделал Иван Алексеевич очень серьезный и глубокий, для этого надо поизучать науку логики. Я думаю, что люди, которые так в сандачках пытаются спорить с докладчиком, они просто не находятся на таком уровне мышления, когда стоит принимать во внимание всерьез то, что они говорят. Некоторые, так сказать, специально прямо заявляют, как он оставит Денисов. Я с ним беседовал. Не, 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 не за что не буду изучать. Ни за что. Он даже будет здесь бегать и кричать, но только не изучать диалекцию. Страшно ему, ужасно это дело и так далее. А вот Иван Алексеевич поставил самый принципиальный вопрос. Вот есть внешнее расхождение в позициях классиков тех, кто является основателями марксизма. Марк с Энгельсом линия. Значит, Марк говорит, полная противоположность моего метода методу диалектического. Энгельс, Людвиг Фейербах, наконец, в классической немецкой философии, сказал, что вот это венец, венец всего происшествующего развития философии за все время существования. Это вообще уже философия, которая стала культурой, которая в то время была методом, самым передовым методом разного класса, и она, как вообще любая диалектика, любая логика, она входит в методологию любого класса, если он хочет побеждать, потому что вы без формальной логики побеждать не сможете, хотя ее, конечно, ну, Аристотель, да, как-то его не относится уж так резко к материалистам, и так резко к идеалистам, он, как бы, такой анциклопедист, знаток большой всего и основатель формальной логики, но все-таки, наверное, больше сказать, что это можно было бы, что он скорее идеалист, чем материалист. И по поводу этого Ленин в своей книге, в своем конспекте наукологии пишет, что умный идеалист лучше глупого материалиста. Так обстоит дело. Поэтому, значит, вот давайте посмотрим, что сказано по этому главному вопросу, как относились к науке и логике классики марксизма. Если тут собрались марксисты, то надо, кстати, посчитаться. Марксисты, которые, по крайней мере, стараются к этому относиться. Во-первых, что такое прямая противоположность? Вот, мне кажется, люди, которые не знакомы с наукой и логикой, они не понимают, что такое прямая противоположность. Прямая противоположность означает, что ничего нельзя менять. Ничего нельзя менять. Ни один камень нельзя тронуть в гегелевской диалекте, а просто брать ее как прямую противоположность. Потому что вот эта идеалистическая конструкция, а если взять ее как материалистическую конструкцию, это получится диалектический материализм. Ничего не менять. Хотя Марксов метод не сводится только к методу диалектико-материалистическому. Маркс и Эндис разработали еще исторический материализм, они применили диалектический материализм к истории и разработали исторический материализм, который тем более люди не знают. Поскольку они не знают материалистической диалектики, о чем-то можно говорить об историческом материализме. Как можно применять то, что люди не изучили, не знают. И вот люди, считавшиеся марксистами и околомарксистами, вот сколько их перебрал Иван Алексеевич и сказать, что они поняли вообще, что такое диалектика, ну вот мы не можем. не можем значит вот непонятно даже непонятые то даже это в чем прямая происположенность а как почему получается прямая происположен потому что вот в чем состоит система гегель sky не не в чем состоит суть не алекция в чем составит гегель ская система в том что есть абсолютная идея и это абсолютная идея для развилась до материи до бытия почему всегда говорят мы те или мастер партийность философия, первичное бытие или сознание. Так ставится вопрос. Бытие и сознание. Потом идет движение. То, что называется у Гегеля объективная логика. Первые две книги, которые в дальнейших изданиях обязательно надо разбивать на три кусочка, чтобы этого не было видно. А у Гегеля самого в собрании сочинений Гегеля есть объективная логика. Это объективный мир, который возник из абсолютной идеи. И потом этот объективный мир познается субъектом. Это субъективная логика, учение о понятии. И вот познав объективный мир с помощью субъективных инструментов, они заключаются в третьей книге или во второй части, во второй книге, то есть в субъективной логике. И идея приходит сама к себе. Вот и замкнулась Гегельская идеалистическая система. А поскольку ядром этой диалектической системы является идеалистический метод, то я думаю, что у марксиста не должен поворачиваться язык говорить, что она реакционна. Никак. Потому что и философия Гегеля тоже не является реакционной. Потому что философия Гегеля в свое время была передовым достижением всей философской мысли. И тут так не получается очень просто. Просто партийность разная. Партийность в философии означает не то, что они относятся к какой-нибудь партии, а просто две партии в философии. Говорят, материалисты и идеалисты. Больше ничего. Вот это имеется ввиду под партийностью и философией. Я так понимаю. Вы читали материализм и перекратицию? Вот так там у Ленина ставится вопрос о партийности и философии. Что все философы разделились на две партии. Но надо заметить всем, кто изучает философию, что не было так, что философы что-то давали одни, а другие не давали. Одни вносили будущим идеалистами вклад в философию. Вот Платон, он против частной собственности выступил, а он был идеалист. А другие были со частной собственностью, бывающими материалистами за рабовладение и так далее. И так вот получается Гегель разработал диалексику для всего мира и для всего человечества. И просто я извиняюсь за выражение представителей передового рабочего класса будут просто круглыми дураками, если они не возьмут этот инструмент. Поэтому он вооружил передовой класс тем, что является его главным оружием. А что касается буржуазии, она отвергает эту диалекцию, она пытается к ней сесть негативно. И все те люди, которые негативно относятся к науке и логике, вот они и есть сторонники буржуазии, есть самые реакционеры. И они, если они даже здесь присутствуют, имеют партийные билеты. И даже там если серпы молот, и Леня там нарисован, и все прочее. Вот что надо понимать. Ну и как решается эта проблема с противоположностью диалектического метода Маркса под переворачиванием. Только таким образом, что убирается снизу эта самая идея, она не нужна. И в конце она не нужна. То есть, как бы сказали математики, значит, есть нерациональная такая система. То есть впереди идея, потом идет вся система материализма и в конце идея. Идея приходит сама к себе. Убираем начало, конец и, как говорил Чехов, можете печатать. И вот тогда вы получаете систему материалистической диалекции. И поскольку она является прямой противоположностью, прямой, а не такой переделанной, перемешанной, как пытались сделать в советское время философы, они все хотели переставить категории и сделать мертвые кости скелета, да еще и перепутанные, как говорил Гегель. Вот поскольку тут ничего не надо делать, поэтому, что нам говорит Ленин? Однозначно, в своем, так сказать, важнейшем, заключительном философском произведении о значении воинствующего материализма, что если мы не будем изучать науку логики, диалектику Гегеля, то мы тогда не сможем устоять перед натиском реакции и лжи. И поэтому ответственность, вот в том числе за контрреволюцию, несут те пламенные революционеры, которые это, философское завещание Ленина, не выполняли и продолжают внести те, которые сейчас не выполняют. И они и есть реакционеры сегодняшнего дня. Враги материалистической диалекстики, они враги революции, они враги марксизма. Вот так складывается позиция. Я об этом заявляю не для того, чтобы кого-то обвинить, а для того, чтобы постараться подвинуть товарищей на правильную позицию. Потому что на правильную позицию надо занять. Если кто-то заблуждается, то об этом надо прямо сказать, чтобы от этих заблуждений избавиться и встать на правильную точку зрения. Что касается Энгельса, он однозначно говорил, Маркс немножко кокетничал. Он говорил, вот если бы у меня нашлось бы время для таких работ, я бы в двух печатных листах изложил бы то рациональное, то сделал Гегель, и сам же и мистифицировал. Но мистифицировал, конечно, если Гегель считает, что это все идея, и если она приходит к идее, это мистификация, это правильно сказано. Но никакие попытки Маркса сделать как-то это вот короче. И все попытки последующих марксистов короче как-то изложить, или как-то переставить и переделать, ни к чему не привели. Поэтому уже Энгельс никогда таких вещей не говорил. Энгельс, между прочим, заканчивал второй и третий том «Капитала Маркса», ослеп, когда делал эту работу, и является продолжателем дела Маркса, величайшим, не только другом и товарищем, и зачинателем всего дела. Потому что начался марксизм не с Маркса, а с положения рабочего класса в Англии Энгельса. Вот это первая книга, она в первом томе первой стоит. Ну а Ленин, Ленин уже подводил итоги. И если люди хотят сейчас считать марксистами, кто-то считает себя марксистом, но не ленинцем, это они не марксисты. Потому что марксизм современный, это ленинизм. И люди вроде знают, что говорил Ленин, что надо истолковывать материалистически то, что говорит. Я просто читаю, говорит Ленин, читаю Кегеля, материалистически. То есть, если написано бытие, я и читаю бытие. Чтобы читать бытие материалистически, вообще не надо напрягать свой ум. Это чтобы читать идеалистически науку логики, надо напрягать ум. Вот смотреть всякие примечания, где говорит о Боге, в основном контексте, который надо изучать, а не тот, который примечание как прибавление к тому, как ни с числа. Для этого вообще ничего не нужно напрягать. Читайте и понимайте эти материалистические. Больше ничего. Другое дело, что вы изучите эту материалистическую диалектику, историческую материализму, знать вы еще не будете. Потому что Гегель этого и сделал. И этого вы у Гегеля не найдете. И тот, кто хочет быть марксистом, не зная исторического материализма, марксистом не будет. Поэтому в этом смысле считать, что у Гегеля есть цельная, так сказать, позиция, прямо готовая, марксистской велию и все? Нет. Потому что марксизм не сводится к материалистической диалектике. А он материалистическую диалектику, вот этот метод, который разработал Гегель только в идеалистической форме, так сказать, мистифицированной форме выдал человечеству, всего лишь отбросить эту ненужную форму и взять. Этого недостаточно. А нужно применить к истории. А это сделали Маркс Энгерс и это сделал Ленин. И вот нам, по существу, досталось уже это богатство в этом переработанном виде. И вот этой дискуссии мы уже давно были бы должны уйти, поскольку у Ленина однозначно сказано, что последователи в Маркса, передовые люди, борцы с всякого рода реакцией, должны изучать диалектику Гегеля и материалистический истолковый вать. Не перевертывать туда-сюда, не крутить, не вертеть, не переделывать, не переставлять категорий, не мухлевать, а братья и материалистически истолковывать на примере истории, ауки, техники, общества в том числе. И вот по этой дороге идет и наш докладчик. За что, я думаю, мы должны сказать ему большое спасибо за то, что он такой сделал интересный доклад. Большое спасибо всем присутствующим, всем уступающим, в том числе и за критические замечания. Ну, в принципе, тут так хорошо, что мне отвечать не нужно. То есть я могу просто сказать, что вот все, что я хотел сказать, уже сказано, но все-таки насчет партийности хотел бы кое-что сказать. Ну, вообще, как бы ставить такой вопрос действительно по отношению к Гегелю достаточно сложно. Если брать его сознательную позицию, как таковую, его систему в целом, он, конечно же, безусловно, в плане своей системы представляет тот класс, к которому, собственно, и относился – это класс буржуазии. Но, как тут правильно было замечено, именно его диалектический метод явился той революционной силой, которая преображала этот буржуазный строй изнутри. И пролетариат, могу напомнить, все-таки формируется и сформировался не сам собой, и он возникает в недрах и внутри самого капитализма. И в этом смысле гегельский метод, гегельская наука логики, которая им осмыслилась в его собственной системе, вовсе не так, конечно же, как это делалось в марксизме потом, является чем-то таким, что относится к распролетариат. Вот. Но в каком смысле и как это конкретно толковать, как я думаю? Можно вспомнить, как, в чем видел высшие достижения гегельской философии, в частности, именно фенологии духа. Ну, и тут возникал вопрос, к чему нужно обращаться к фенологии духа или к наукологике. Понятно, что ко всему, не говоря о том, что, собственно, у гегеля в одном варианте его системы феноменология духа представляла собой часть этой системы, первую часть. Во втором, к которому он пришел позднее, она напротив первой части установилась наукологике, а фенология духа представляла собой часть философии духа. Вот это двунаправленности, некая двойная позиция должна учитываться. Ну, вот, что говорил Маркс о значении гегельской фенологии духа, как диалектической концепции отрицательности, он говорил о том, что именно она, эта концепция представлена в фенологии духа, раскрывает значение производительного труда, то есть труда, которым человек создает природу, в которой он уже затем существует, создает себя самого и, отчуждаясь от себя в этой природе, затем приходит к истинной своей реализации. Это, собственно, все имеет прямое отношение к пролетариату в марксистском ключе. Если кто-то не знает, Гегель писал не только вот эти произведения, о которых мы тут говорим, он писал в том числе и Йенскую реальную философию, где прямо идет речь о пролетариате как движущей силе истории, и о том, что он отчуждается от всех основных, от своей собственной сущности, производя все материальные блага, тем не менее, он теряет свой статус, свое достоинство, вот, несмотря на то, что он, собственно, выражает сущность этого мира, он производит все, но, тем не менее, он является чем-то, что сводит его практически к предметному существованию. Вот, если кто-то думает, что Гегель этого не понимал, понимал и очень хорошо понимал, но он отверг вот этот вариант развития своей социальной философии, пошел совершенно по другому пути, который представлен философией духа. Это совершенно точно является противоречием его системы, и которое нашло соответствующее отражение в марксистской критике, но и в ленинской так же, в частности. Вот. Ну, а так, в целом, большое-большое спасибо всем присутствующим, мне все понравилось. Спасибо. Ну что, дорогие товарищи, у нас осталось одно заключительное занятие в следующий четверг, 22 декабря. Как и любое заключительное занятие, это будет семинарское занятие, когда все присутствующие, те, кто присутствует на занятиях в этом семестре, будут выступать. Значит, тема занятия следующая. Часовой рабочий день, предпосылка, успешной борьбы, классовой борьбы. Пожалуйста, прошу подготовиться. До встречи через неделю. Продолжение следует...